Река Иртыш Река Иртыш Путешествие в другой мир началось с неприятных реалий. Курчумский берег, хотя и встретил тепло, однозначно дал понять – бензина на заправках нет. Точнее, он там есть, но отпускают его лишь по талонам или же с 30-процентной накруткой – с рук, прямо рядом с АЗС. Запасы топлива удалось немного пополнить мне лишь через 300 километров, у геологов без лишних расспросов, наполнивших дорожную канистру горючей желтой жидкостью. Монотонность и однообразие окружающих видов утомляли и слегка клонили в сон, в борьбе с которым помогали лишь короткие остановки и непривычные слуху названия населенных пунктов – Кальжир, Акжайлау, Боран, Маркоколь. Лишь ближе к государственной границе с Китаем появилось некое разнообразие – поля, стога сена, доведнеющиеся на многие километры вокруг песчаный бархан – признак того, что Китай уже где-то рядом. Песчаный горизонт будоражил воображение, осознание того, что ты в самой крайней точке большой страны, вызывало улыбку и сильное желание поделиться всем этим великолепием с окружающим миром, с людьми, чьи судьбы годами сплетены с однообразным и скучным маршрутом – работа, дом, магазин. В попытках угнаться за уходящим днем я разрывался между дорогой и кнопкой запись на камере, стараясь запечатлеть все то, что вызывало необъяснимый интерес. Пора было задуматься о месте стоянки и ночлега, естественно, подальше от этих столбиков с натянутой проволокой, которые на картах изображены в виде жирной линии, разделяющей земной шар на страны, нации и противоборствующие лагеря. Разделяй и властвуй. Начался подъем в горы. Здесь берет свое начало известная в широких кругах австрийская дорога, своеобразный мостик, связывающий собой Курчумский и Катон-Карагайский районы. С ней нам предстоит познакомиться в ближайшие несколько дней, а сегодня очень хочется насладиться красочными, завораживающими видами, открывающимися с перевалом раморной на песке Акум. Субтитры делал DimaTorzok Проверить завтрак, проверить перед дорогой автомобиль. Сильный ветер, прорывающийся с хребта Карамула, усложнял выполнение этих простых, на первый взгляд, дел. Сильный ветер, прорывающийся с хребта Карамула, усложнялся с хребта Карамула, усложнялся с хребта Карамула. Дальнейший путь лежал через урочище Акжайлау и одноименный населенный пункт, после которого начнется подъем на перевал Тиккабак и спуск к заповедному озеру Маркоколь, известному далеко за пределами восточного Казахстана. В Акжайлау у геологов удалось немного пополнить запасы топлива. Путь до автомобильной дороги, соединяющей Катон-Карагай и Рахмановские ключи, неблизкий. Более 100 километров по перевалам и бездорожью. Поэтому за запасами топлива на этом участке дороги нужно следить постоянно. Горы ошибок не прощают. Пейзажи вокруг начали меняться. Склоны гор украсились растительностью из кустарника, скоплениями иван-чая, лесным массивом. С гор спускались многочисленные ручьи и мелкие речушки, вдоль которых вела хорошо укатанная дорога. Ехать – одно удовольствие. Делаю остановку на берегу реки Урунхайка, недалеко от дороги. Нужно пополнить силы, а заодно воспользоваться случаем и освежить вещи. Развешиваю их прямо в машине. К вечеру высохнут. До озера остаются считанные километры. Хочется поскорее взглянуть на это творение природы, которое долгие годы оставалось лишь мечтой когда-нибудь там побывать. Сегодня эта мечта стала настолько близкой, что эмоции и чувства переполняют. Переполняют от неизвестности, от новых встреч и знакомств, от новых впечатлений и немножко иного понимания этого мира. Каждое путешествие откладывает свой отпечаток. Вернувшись домой, ты уже не тот, кем был до отъезда. Оставшийся до заповедного озера участок пути изобиловал местами отдыха с оформленными аккуратными беседками, всевозможными информационными табличками, напоминающими, что человек в этих местах лишь гость, а не хозяин. Но даже то, что людей в этих местах встречается не так уж и много, повсеместно можно наблюдать рукотворные памятники в виде кучек мусора, пластиковых бутылок и прочих предметов, которые не в силах природы переработать самостоятельно. В основном это дело рук туристов и путешественников, но и местное население не отстает от приезжих. Первым знаковым местом после государственной границы с Китаем стало озеро Маркоколь и расположенное на его восточном берегу село Урунхайка. Обыкновенная на вид деревушка со старенькими домиками и покосившимися заборами. Есть в селе и современные строения, но их немного, поэтому местный колорит в основном создают эти выжженные солнцем домики, не один десяток лет защищающие своих хозяев от ветров и холодов. Считается, что именно здесь находится самая холодная точка восточного Казахстана. Казахстана Маркоколь Как много силы несет в себе это слово, олицетворяющее собой символ красоты и свободы, которому хочется возвращаться вновь и вновь. Расположенное на высоте около полутора тысяч метров, озеро Маркоколь является единственным озером в Евразии, где водится такая рыба, как Ускуч. В эту глубокую чашу с пресной водой впадает более ста рек и ручьев, а вытекает лишь одна – кальжир. Стиснутая между двух хребтов Курчумским и хребтом Азутау, это место сохранило богатое разнообразие животного и растительного мира, для сохранения которого был создан Маркокольский государственный природный заповедник. Но и он не в силах защитить этот край от человеческой алчности. Поговаривают, что близость границы с Китаем создает заманчивые условия для китайских лазутчиков, какими-то одним им ведомыми тропами пересекают они границу с Казахстаном с одной лишь целью – пробраться к местам, где сбрасывают свои рога дикие моралы. К этому промыслу восточные соседи готовятся как к Олимпийским играм, поэтому догнать, а уж тем более поймать китайского лазутчика с добытым богатством – задача практически невыполнимая. Неопрятно и запущенно выглядит берег озера близ села Орунхайка. И это несмотря на красивые разноцветные таблички, запрещающими символами и предупреждающими надписями. Не спасает берег озера ни изгородь, якобы препятствующая подходам к воде, не тот факт, что буквально в сотне шагов расположен хозяйственно-административный корпус работников Маркокольского заповедника. Прямо у меня на глазах, без капли стеснения, продемонстрировали местные бычки ту безнаказанность, которая, похоже, присуща не только им. Повсюду видны следы человеческой деятельности – костровища, кучки мусора, банки из-под пива и пластиковые бутылки. С недоумением и вопросом в глазах оборачиваюсь в сторону Орунхайки. В ответ – тишина. Все село будто в раз опустело. Пожалуй, первое впечатление от увиденного – самое правдивое и характеризует собой всю неприкрытую правду об этом заповедном уголке Восточного Казахстана. Не успели убрать мусор, не поймали, не нашли тех, кто этот мусор оставил. Оправдать себя гораздо проще, чем просто сделать. Быть может, иначе выглядят северный, западный и южный берега озера. Быть может, очень хотелось бы в это верить. Но пока в очередной раз убеждаюсь, что там, где есть человек, не найти той первозданной детственной чистоты природы, существовавшей сотни тысячи лет. И контраст заповедных берегов Марка-Коля с непосредственной близостью человека – тому яркое подтверждение. Не раз слышал я, что по ту сторону реки Иртыш находится другой Восточный Казахстан, совершенно не похожий на тот, что граничит с большими городами и крупными населенными пунктами. Вот только под словом «другой» понимать нужно, видимо, некий скрытый и условный смысл. Другая природа, другой воздух, другой ландшафт. Человек – все тот же, со свойственным ему пренебрежительным отношением к природе, доходящим порой до нескрываемой безнаказанности, будто выставляемой на показ как признак гордости и превосходства. Превосходство над тем, кто нас кормит, и от кого мы зависим больше, чем нам того кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова